Всех приветствую на канале Компьютерная Академия. В сегодняшнем видео мы разберемся с новым смартфоном Yota 3 Plus. Тот же Yota 3 с минимальными изменениями. 29 августа состоялся анонс нового смартфона Yota 3 Plus. Это первый смартфон, выпущенный после переименования Yota Devices в Yota Technologies. Он пришел на смену Yota 3 или Yota Phone 3 и как предшественник может похвастаться двумя дисплеями, один из которых выполнен по технологии E-Ink. Старпродаж Yota 3 Plus запланирован на сентябрь месяц. В Китае его стоимость составит 4000 юаней, это около 585 долларов по текущему курсу. Ну а теперь давайте разберемся с полными характеристиками Yota 3 Plus. Все эти технологии GSM и все остальные, в том числе 4G LTE, актуарны особенно для Украины. Корпус габариты 75,2 на 153,6 и на 7,9 миллиметра. Масса аппарата 170 грамм. Цвета черные и белые. Сим, Dual SIM, Nano SIM, Dual Standard Bag, гибридный слот. Дисплей. Основной дисплей Super AMOLED, Multitouch, 16 миллионов цветов. Дополнительный дисплей E-Link. Размер. Основной дисплей 5,5 дюймов. Дополнительный дисплей 5,2 дюйма. Разрешение. Основной дисплей у нас довольно-таки достойное разрешение 1920 на 1080 пикселей Full HD, а дополнительный 1280 на 720 пикселей HD. Платформа на борту стоит Android 8.1 Oreo. Чипсет Qualcomm Snapdragon 625. Это у нас он восьмиядерный, Cortex-A53 с тактовой частотой до 2 ГГц. Графическое ядро Adreno 506. Память. Слон для карты памяти есть гибридный microSD. Внутренняя память достойная 4 гигабайта оперативной и 64 или 128 гигабайт встроенный. Ну а теперь камера. Основная камера у нас 13 мегапикселей. Двойная светодиодная вспышка применяется. Фронталочка применяется 12 мегапикселей. Звук. Трех с половиной миллиметровый разъем на борту отсутствует. Система активного шумоподавления с выделенным микрофоном присутствует. Коммуникации, Wi-Fi, ABGN, AC, двухдиапазоны, то есть имеется еще и 5 ГГц, Wi-Fi Direct, Hotspot, Bluetooth версии 4.2. Нормально. GPS. А от GPS применяется, GLONASS, понимает Beidou и Galileo. Все принимается. На борту имеется поддержка FM-радио. Также на борту стоит разъем USB Type-C. Это хорошо. Датчики, сканер отпечатков пальцев сзади, датчик приближения, датчик света, акселерометр, корпус. Все на месте. Аккумуляторная батарея у нас несъемная, литий-полимерная, емкостью 3300 мАч. В принципе, хватит на эксплуатацию в течение целого дня. Ну и в конце давайте подведем общую черту. Итак, Yota 3 Plus довольно спорный смартфон. В плане технической характеристики дизайна он почти не отличается от предшественника Yota 3. А его главной и едва ли не единственной особенности стала фирменная оболочка Yeti 4 с несколькими новыми функциями. Это режим Up to Back для запуска приложения на втором экране, используя его одновременно с основным дисплеем, и функции Always On Display для отображения различной информации на e-ink дисплее при заблокированном смартфоне. Вот это в принципе и все. Давайте перечислим плюсы данного аппарата. Это дополнительный дисплей на электронных чернилах видим. Поддержка двух сим-карт это в принципе стандартно и порт USB Type-C это уже современно. Минусы. Слабый процессор. Следующее надо выбирать между второй сим-картой или карты памяти microSD. Да, это точно. Мало новшеств по сравнению с Yota 3. Это мы замечаем. Отсутствие трех с половиной миллиметрового разъема для наушников. Могли бы уже сделать. Ну и завышенная цена, ребята. Это точно. Но железяка, кому она нравится, тот ее точно возьмет. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт mobcompany.info. Сайт о смартфонах и их производителях. Я думаю данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. С нами будет интересно.